Во Дворце культуры Арктика состоялась церемония вручения грамоты, благодарственных писем президента, а также церемония награждения победителей межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин России». Кроме того, в торжественной обстановке юные жители Ненинского округа получили свои первые паспорта. Александра Литкова расскажет подробнее. Одну из первых благодарность президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность вручили методисту Дома культуры села Ома Надежде Бобриковой. Это заслуга не только моя, это заслуга моих родителей, моих коллег главное, потому что я в культуре работаю 30 лет, моих единомышленников. Основное мероприятие – это по ненецкой тематике, потому что я владею ненецким языком и стараюсь привить нашему поколению, чтобы они узнали, как мы жили, как мы кочевали, во что одевались. Понятно, что они ненецкого языка не знают, но на моем примере хоть немножко научились. Медсестра операционного отделения Ненецкой окружной больницы Юлия Вукуева также получила высокую награду за самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. Нам бы всем вместе, моим коллегам и мне, хотелось бы сказать вам слова, благодарность за ваш труд, за вашу работу. И те почетные звания, которые сегодня будут вручены, и те благодарности президента, которые выручим чуть позднее, это заслуженная награда за ваш каждодневный труд. Также в рамках церемонии глава региона Юрий Бездудный присвоил профессиональные почетные звания. Ветеран труда Анна Торопова за многолетний труд и личный вклад в развитие строительной отрасли региона стала почетным строителем, а старший бухгалтер потреб общества «Север» Мария Чекина получила звание «Почетный работник торговли НАО». В рамках всероссийской акции «Мы, граждане России», которая проводится раз в квартал в каждом субъекте страны, в торжественной обстановке четырем юным жителям округа вручили паспорта. Главным документом жизни каждого человека является его первый паспорт. Быть носителем паспорта – это высокая честь и большая ответственность. Мы поздравляем вас с этим праздником, так можно его назвать. Поздравляем вас, юных граждан Российской Федерации. Желаем вам стать достойными жителями нашей страны. Заслуженные награды в этот день получили и победители межрегионального конкурса сочинений «Я, гражданин России». Памятными подарками и дипломами наградили школьников и студентов, работы которых были признаны одними из лучших в конкурсе.